Нальем в эту чашу воды, дадим ей несколько минут успокоиться, а потом наберем в трубку подкрашенной воды и капнем ее в чашу. Подкрашенная вода расходится во все стороны неправильными струями. Чтобы этот процесс было лучше видно, прокрутим запись в 4 раза быстрее. Мы видим, что исходная масса воды не совсем успокоилась, в ней имеются какие-то движения. Капля краски, войдя в толщу воды, тоже заставила ее двигаться, поэтому струи краски расходятся по всему объему чаши. А теперь повторим этот же опыт, поставив чашу с водой на вращающуюся платформу. Чаша должна повращаться вместе с платформой несколько минут, чтобы вода в ней раскрутилась и почти перестала двигаться относительно чаши. И снова капнем подкрашенную воду. Что же мы увидим на этот раз, прокрутив запись в 4 раза быстрее? Струи краски с самого начала образуют некоторое подобие вихрей. И хотя вода колышется относительно чаши из-за погрешности в изготовлении установки, эти вихри не расплываются, но образуют компактную подкрашенную область, сохраняющую свою форму на протяжении нескольких минут. Когда мы капаем подкрашенную воду в чашу, отдельные ее части начинают двигаться в разные стороны от центра капли. В неподвижной чаше это движение приводит к расплыванию капли. А во вращающейся чаше на каждую движущуюся частицу воды действует кориолисова сила, перпендикулярная скорости этой частицы. В результате частица движется относительно чаши не по прямой, а по окружности, радиус которой тем меньше, чем меньше скорость движения частицы и чем больше угловая частота вращения чаши. Именно такое движение мы и наблюдали в нашем опыте, когда подкрашенная вода не распространялась по всей чаше, но закручивалась в спирали. А теперь давайте посмотрим на настоящий антициклон, висящий в Атлантическом океане южнее Азорских островов. Центр антициклона – это область высокого давления, и воздух растекается из нее во все стороны. Но на потоке воздуха действует кориолисова сила, возникающая из-за вращения Земли, и в результате воздух медленно вытекает из антициклона по раскручивающимся спиралям. А еще один гигантский антициклон – это большое красное пятно на Юпитере. Первым его наблюдал Джованни Кассини в 1665 году. Так что этот вихрь устойчиво существует в атмосфере Юпитера уже более 350 лет.